Обезоруживание при угрозе пистолета, укор спереди и ног. Четко спланированное нападение под контролем пяти судей. Нож, пистолет или палка решает билет. Его, как на экзамене, спортсмены тянут при выходе на ковер. В каждом пять исходных ситуаций. Приемы на практике отработаны силовиками в борьбе с преступностью и должны быть максимально эффективными. Марк Латкин с билетом справился на отлично, набрал все 150 возможных баллов. Благодаря моему партнеру, это мой парень-партнер, я и его парень-партнер, мы всегда вместе и готовились. Не один раз уже так готовились. Надо чувствовать друг друга и также тренироваться много раз, чтобы и ты понимал, когда надо его бросить, и он понимал, когда надо тоже упасть. Работа ассистента также оценивается, поэтому на крупных соревнованиях медалью награждают не только спортсмена, но и его партнера. Полина Медведева недавно вернулась в первенство России по демонстрации техники. Там взяла серебро в своей категории и золото как помощник. Обычные бои – это больше научиться драться, просто удары, броски, болевые и так далее. А демонстрация техники – это защита от ножей, ударов и так далее. Что больше нравится? На самом деле сама ворона. Демонстрация техники. Тут как-то ты отработал, более легче выступать. А когда ты выходишь на бой, ты такой, что где, почему я отстаю, почему у нее больше баллов. Активное развитие дисциплины демонстрация техники получила около шести лет назад. По ней проводят как всероссийские, так и международные соревнования. Профессионалы говорят, у нее большие перспективы. В этом разделе могут участвовать как совсем юные, так и наоборот возрастные спортсмены. Плюс – это дети, у которых есть, например, ограничения по здоровью. Вот это для этих детей. Почему? Потому что травматизм сведен к минимуму вообще практически. На моей памяти я занимаюсь развитием данной дисциплины, наверное, года с 2020-го, 2019-го. Серьезных травм за три года не было вообще. Сейчас Федерация рукопашного боя России стремится к признанию дисциплины официальной. Это позволит присваивать ней спортивные разряды и звания. Проведение соревнований – один из шагов к цели. Здесь находятся именно те спортсмены, которые сильны физически, сильны духом и горячо живут в свою родину. Вы на этом турнире, благодаря упорным тренировкам, высоким морально-волевым качествам и вашему мысльству, я уверен, что каждый из вас достоин победы. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Организаторы надеются, что эта дисциплина рукопашного боя будет развиваться в Благовещенске. Кристина Слепцова, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».